Представьте Великие Пирамиды, одно из семи чудес света и единственное, сохранившееся до наших дней. Знаете ли вы, что пирамиды Гизы были не единственными пирамидами и даже не первыми? В Древнем Египте считалось, что цари избираются богами, чтобы служить на земле в качестве их посредников. В загробной жизни они должны были сами стать богами. В комплекс пирамид был построен для того, чтобы у царя было все, что ему может понадобиться в загробной жизни. В комплекс входили пирамиды, дворец и храмы. Гробница в пирамиде, где хоронили царя, была заполнена множеством необходимых вещей – мебелью, едой и золотыми сосудами. На самом деле, первая пирамида была построена за 80 лет до появления первой пирамиды Гизы. Всего их было около ста. Некоторые из них так и не были закончены, поскольку строительство занимало много времени, и не каждый фараон доживал до его окончания. А теперь поговорим о самом сооружении. Самая большая из пирамид Гизы по высоте не уступает сорокаэтажному зданию. Как же удалось построить столь массивное сооружение пять тысяч лет назад? Задолго до появления машин и прочей техники. Давайте разберемся. Итак, фараон Хуфу взошел на трон около 2575 года до нашей эры, и его архитектор приступил к строительству самой старой и самой большой из пирамид Гизы. Он подсчитал, что для строительства пирамиды необходимо использовать более двух миллионов известняковых блоков, каждый из которых весил около двух с половиной тонн. Примерно как носорог. Архитектор планировал закончить строительство за 20 лет. Чтобы это стало возможным, камень нужно было перевозить и устанавливать на место каждые четыре минуты, круглосуточно, семь дней в неделю, 365 дней в году, кроме високосного года. Поэтому, очевидно, для возведения пирамиды требовалось много рабочих. Многие считают, что к ее строительству привлекли рабов, но это не так. Рабочие приезжали со всего Египта, чтобы внести свой вклад в проект. Всего их было около 25 тысяч. Египтяне занимались самыми разными видами работ, начиная от ручного труда и изготовления инструментов, и заканчивая административной работой. Все они работали около 10 часов в день. Их обеспечили жильем, их хорошо кормили, и в целом они жили более комфортной жизнью, чем мог себе позволить среднестатистический египтянин того времени. Предположительно, строители жили в соседнем временном городе в высокоорганизованной общине с сильным лидером. Кажется, что пирамиды спроектированы так, чтобы совпадать с точками на компасе, а их стороны символизируют лучи Солнца. Но в те времена компасов не было. Древние египтяне сами определяли направление, причем с удивительной точностью. Чтобы выровнять пирамиды, они использовали два созвездия. Место строительства было расположено на западном берегу реки Нил. Это имело и символическое значение, как Солнце, так и жизнь заходит на Западе. Вторая пирамида Гизы была построена для сына Хуфу, фараона Хефриена. Она немного меньше, но в ней находится знаменитая безносая статуя сфинкса. Конечно, изначально у него был нос. Я бы рассказал вам, что с ним случилось, но эта загадка до сих пор не разгадана. У сфинксов тело льва и голова человека. Они считались стражами важных мест. Этот знаменитый сфинкс имеет голову фараона Хефриена и охраняет его пирамиду, обращенной лицом к восходу Солнца. Сфинкс – одна из самых больших и древних статуй в мире. Первоначально он не только имел нос, но и был окрашен. Ученые обнаружили следы красного цвета на его лице, так что, скорее всего, сфинкс был окрашен в красный цвет. На его теле также есть остатки желтого и синего цветов. Статуя определенно была яркой. Примерно до 1800 года сфинкс был погребен по самые плечи, пока один авантюрист с командой из 160 человек не откопал его. Но вернемся к строительству. Рабочим, конечно же, нужны были каменные блоки. Было два основных места, где люди могли их добыть. Один источник находился недалеко от места строительства. Но желтый камень годился только для внутренней отделки пирамиды. Известняковые блоки для внешней отделки доставлялись за 13 километров на санях длиной 3 метра. Судя по всему, тащить их было несложно. Песок, смешанный с нужным количеством воды, был довольно скользким, и 10 человек могли сдвинуть сани даже с таким тяжелым камнем. Удивительно, но отделить кусок известняка оказалось не такой уж большой проблемой. Когда он находится в земле, он мягкий и раскалывается довольно легко. Но под воздействием воздуха известняк твердеет, поэтому самым сложным было придать блокам нужную форму. Этот этап был крайне важен, поскольку малейшая недочность могла привести к обрушению всей пирамиды. Итак, известняки добыли, перевезли на санях, придали им форму. А что потом? Как их можно установить на место? Это до сих пор остается загадкой. Археологи обнаружили остатки системы пандусов, которые относятся ко времени строительства пирамид. Таким образом, историки пришли к выводу, что, скорее всего, египтяне разработали уникальную систему пандусов для перемещения огромных каменных блоков. Наиболее распространено мнение, что вокруг пирамиды было несколько пандусов. Вероятно, существовал центральный пандус с двумя лестницами по обе стороны от него, построенный поверх камней пирамиды. Пандус рос по мере того, как пирамида становилась выше. Возможно, люди поднимались по лестнице, подтягивая камни на деревянных санях. Но это лишь один из вариантов. Другие эксперты утверждают, что пандусы находились вокруг пирамиды. А некоторые считают, что пандусы были внутри. Возможно, мы этого так и не узнаем, и это навсегда станется загадкой. Внешняя известняковая облицовка пирамиды была отполирована песком и камнем до блеска. На вершине находился золотой и серебряный камень, который мерцал над Египтом, словно второе солнце. Вот так все было пять тысяч лет назад. Теперь о внутреннем убранстве. Удивительно, но внутри пирамиды почти ничего нет. Большая ее часть – это сплошной камень с очень небольшим открытым пространством. Но давайте заглянем внутрь. От входа идут две лестницы. Одна вниз, другая вверх. Они ведут в погребальные камеры. Внутри их три. Почему так? Очевидно, на протяжении всего строительства должна была быть готова хотя бы одна погребальная камера. На случай, если фараон уйдет из жизни до окончания стройки. Итак, отдельные камеры строились одна за другой по мере продвижения строительства. Последняя из них была главной. Ее называют камера царя. Именно в ней покоится Хуфу. Это самая большая комната в самом центре пирамиды, и к ней ведет большой проход. Вероятно, он использовался в качестве своеобразного лифта для поднятия гранита при строительстве внутренних помещений. Гранит также использовался для изготовления пят ярусов опорных балок, чтобы пирамида не разрушилась. И мы видим, что это сработало, поскольку она стоит уже много веков. К сожалению, ни в одной из этих камер на стенах нет иероглифов. Если вы хотите увидеть письмена, отправляйтесь в украшенные гробницы рядом с пирамидами. Эти произведения искусства изображают культуру и повседневную жизнь Древнего Египта. По текстам исследователи могут изучать язык и грамматику тех времен. Сокровища, которые когда-то находились в пирамидах, похищены людьми. Внутри пирамид также есть множество секретных туннелей и ходов. Но даже сегодня никто не знает всего плана внутренних помещений. Ученые уже много лет посылают внутрь маленьких роботов с камерами, но мы все еще многого не знаем о пирамидах. Теперь исследователи пытаются использовать рентген, чтобы просканировать пирамиды снаружи, не заходя внутрь. Удивительно, но древние египтяне создали тайну, которую никто не может разгадать вот уже 5000 лет.